Здравствуйте всем и спасибо за то, что уделяете мне свое время. Я шлю это видео через разные каналы, чтобы обратиться к моим дорогим российским друзьям и российским солдатам, которые сейчас служат в Украине. Я обращаюсь к вам сегодня, потому что в мире происходят события, которые от вас скрывают. Ужасные события, о которых вы должны знать. Но перед тем, как я расскажу вам о суровой реальности, позвольте мне сказать вам о русском человеке, который стал моим героем. В 1961-м, когда мне было 14 лет, мы с моим другом поехали в Вену на чемпионат мира по тяжелой атлетике. Я был среди зрителей, когда Юрий Петрович Власов выиграл чемпионат мира, став первым человеком, поднявшим 200 килограммов над своей головой. Мой друг как-то смог провести нас за кулисы. И вот он я, 14-летний мальчик, вдруг стою перед сильнейшим человеком в мире. Я не мог в это поверить. Он протянул мне ладонь, чтобы пожать мне руку. У меня пока еще была рука мальчика, а у него была могучая рука мужчины, в которой моя ладонь исчезла. Но он был такой добрый. Он улыбнулся мне. Тот день я никогда не забуду. Никогда. Я вернулся домой и повесил его фотографию над моей кроватью для вдохновения. В то время я и сам начал заниматься тяжелой атлетикой. Мой отец говорил мне снять фотографию со стены и найти себе какого-нибудь немецкого или австрийского героя. Он злился, и мы постоянно ссорились друг с другом. Он не любил русских из-за своего опыта во Второй мировой войне. Он был ранен в Ленинграде, где нацистская армия, в которой он служил, нанесла невосполнимый ущерб тому великому городу и его отважному народу. Но я не снял фотографию со стены. Мне было все равно, под каким флагом Юрий выступал. Кстати, на этом мои связи с Россией не закончились. Они еще больше углубились, когда я ездил туда на бодибилдинг и на съемки своих фильмов и встречался со своими российскими фанатами. На одной из таких поездок я снова встретился с Юрием Власовым. Это было в Москве, на съемках «Красный жар» – первого американского фильма, получившего разрешение на съемки на Красной площади. Мы с ним провели целый день вместе. Он был таким чутким, таким добрым и таким умным, и, конечно же, очень щедрым. Он подарил мне эту красивую синюю чашку. И с тех пор я пью из нее кофе каждое утро. С тех пор, как мне было 14 лет, у меня не было ничего, кроме привязанности и уважения к народу России. И это та причина, по которой я вам все это говорю. Сила и сердце российского народа всегда вдохновляли меня. Вот почему я надеюсь, что вы позволите мне сказать вам правду о войне в Украине и о том, что там происходит. Никому не нравится слушать какую-то критику о своем правительстве. Я все понимаю. Но когда мне друг российского народа, я надеюсь, что вы услышите то, что я вам говорю. Позвольте напомнить, что я вам говорю это с той же искренней заботой, с которой я говорил с американским народом, когда произошла попытка мятежа 6 января прошлого года, когда дикая толпа пошла штормом на Капитолию, пытаясь свергнуть наше правительство. Знаете, случаются такие моменты, вот такие неправильные, и тогда нам нельзя молчать. С вашим правительством все то же самое. Я знаю, что ваше правительство вам говорит, что это война для деноцификации Украины. Деноцификации Украины? Это неправда. Украина – страна с президентом еврейского происхождения, у отца которого, ко всему прочему, всех трех братьев убили нацисты. Украина не начинала эту войну. Ее начали не националисты и не нацисты. Власть, имущая в Кремле, начали ее. Это не война российского народа. Нет. На самом деле, давайте я вам расскажу. На прошлой неделе 141 государство ООН проголосовали за признание России агрессором и призвали к немедленному выводу российских войск. Со всего мира только 4 страны проголосовали вместе с Россией. Это факт. Мир отвернулся от России из-за российских действий в Украине. Целые кварталы разрушены российской артиллерией и бомбами, включая детскую больницу и роддом. Почти 3 миллиона украинских беженцев, в основном женщин, детей и стариков, покинули свою страну. Еще больше людей пытаются уехать. Это гуманитарный кризис. Из-за своей жестокости Россия теперь изолирована от сообщества государств. Кроме того, вам не говорят правду и о последствиях этой войны для самой России. Я с тяжелым сердцем говорю вам, что тысячи российских солдат убиты. Они оказались между украинцами, сражающимися за свою родину, и российским руководством, воюющим ради завоевания. Огромное количество российской боевой техники разрушено или брошено. Российские бомбы, падающие на безвинных гражданских, принесли те разрушения, которые так разгневали мир, что были введены самые сильные глобальные экономические санкции в истории. По обе стороны войны страдать будут те, кто этого не заслуживает. Российское правительство лжет не только своим гражданам, но и своим солдатам. Некоторым солдатам сказали, что они пойдут воевать с нацистами. Некоторым сказали, что украинский народ будет приветствовать их как героев. Некоторым сказали, что они просто поедут на учения. Они даже не знали, что они едут на войну. Некоторым сказали, что они там, чтобы защитить русских в Украине. Все это неправда. Российские солдаты столкнулись с отчаянным сопротивлением украинцев, которые хотят защитить свои семьи и свою страну. Это факт. Когда я смотрю на то, как из руин вытаскивают маленьких деток, мне кажется, что я смотрю документальный фильм про ужасы Второй мировой войны, а не современные новости. Когда мой отец приехал в Ленинград, он был до нельзя накачан ложью своего правительства. Когда он уехал из Ленинграда, он был сломлен физически и морально. Он прожил всю свою оставшуюся жизнь с болью. Болью от сломанной спины. Болью от шрапнели, которая всегда напоминала ему о тех ужасных годах. Болью от вины, которую он чувствовал. Российские солдаты, которые слушают это сообщение, вы уже знаете большую часть правды, о которой я вам говорю. Вы видели ее своими собственными глазами. Я не хочу, чтобы вы были сломлены, как мой отец. Это не та война для защиты России, на которой воевали ваши дедушки или прадедушки. Это незаконная война. Ваши жизни, ваши конечности, ваше будущее жертвуются ради бессмысленной войны, которую осуждает весь мир. О властей в Кремле я хочу спросить. Почему вы жертвуете жизнями этих молодых людей ради своих амбиций? Те солдаты, которые слушают меня сейчас, помните, что у 11 миллионов россиян есть родня в Украине. Каждая ваша пуля летит в чьего-то брата или сестру. Каждая бомба, каждый заряд, который падает с неба, падает не на врага, а на школу или на больницу или на чей-то дом. Я знаю, что российский народ не в курсе о том, что сейчас происходит. Я призываю российский народ и российских солдат в Украине понять, что все это пропаганда и дезинформация. Я прошу вас помочь мне распространить правду. Расскажите вашим соотечественникам дома о человеческой катастрофе, которая происходит в Украине. А президенту Путину я скажу, вы начали эту войну, вы ведете эту войну, вы можете остановить эту войну. А теперь позвольте мне закончить сообщением ко всем тем россиянам, которые выходили и выходят на улицы против вторжения в Украину. Мир увидел вашу смелость. Мы знаем, что вы страдаете от последствий вашей смелости. Вас задерживают, вас сажают, вас бьют. Вы – мои новые герои. У вас сила Юрия Петровича Власова. У вас настоящее сердце России. Дорогие мои российские друзья, да благослови вас, Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова